сегодня у нас с вами на мой взгляд очень интересный ремонт у нас вот такая мтд коса четырехтактная причина обращения не заводится вот как человек сказал но интересно в том что мы провели диагностику здесь проблема в карбюраторе карбюратор неисправен остановление не подлежит сделать мы его не можем что только мы с ним не делали не можем вот позвонили человеку сказали что надо будет поменять карбюратор но самое интересное в том что карбюратор на данную модель очень дорогой у нас есть я человеку предложил поставить его но ремонт необоснованно будет дорогой и конечно же клиент отказывается вот тут моему предложили попробовать поставить карбюратор не оригинальный и не китайский аналог а вообще с другой косы потому что китайского аналога такого у нас нет я не знаю вообще он есть он вообще или вот но у нас нету мы поставим ему с 26 косы вот такой вот карбюратор он стоит даже меньше 1000 там 850 рублей на данный момент на июль месяц семнадцатого года вот и конечно же человек соглашается с этим но при условии что она будет работать вот мы как раз сейчас с вами его попробуем сюда установить проведем настройки необходимый потому что у данной данного карбюратора вот это вот впускное отверстие она больше чем у родного соответственно бензина будет поступать много как я думаю я пока еще не знаю как я думаю вот и соответственно будет заливать мы попробуем винтом немного убавить подачу бензина и соответственно сделать оптимально чтобы наоборот а были нормальные вот в пределах нормы вот поэтому будет интересный ремонт вот это не мы сейчас и займемся попробуем все это дело так сказать провернуть откручиваем и снимаем старый карбюратор сняли фильтр здесь у нас можно звездочка откручивать а можно простой плоской отверткой разбираем как мы видим здесь у нас прокладки нет вот я вырезал сам вот такую прокладочку с парамита с тонкого и мы будем не стать я уже просто ставил и сейчас мы опять поставим здесь у нас единственная будет загвоздка потому что родной карбюратор работает в эту сторону видите у него если мы хотак будем держать как они будут стоять у нас то он в эту сторону работал она надо это наш новый быть в эту и получается у него тросик будет наискосок стоять ну попробуем пока так поставить единство это сейчас снимем чтобы она нам не мешалась эта железка потому что здесь трос у нас уже уперт вот мы сейчас это все снимем железочку это уберем ее закрутим без нее вот и попробуем пусть он немножко наискосок попробуем будет ли работать посмотрим как это все будет выглядеть так откручиваем вот эти винтики но просто ее уберем не знаю мостик этот будет мешать не будет мы посмотрим сейчас пока так соберем я вообще люблю такие вот как бы не стандартные ремонты случай интересный где приходится так сказать подумать похимичить что нибудь ну конечно только в том случае когда все это потом работает если это не работает это конечно не очень интересно так закрутили все работает давайте его поставим берем мою прокладочку берем болты с крышкой фильтра прикручиваем вообще как мне кажется должно работать такая тема теперь попробуем сейчас тросик на накинем не очень конечно все удобно сделаем сделано что мне и камера ставите накинулась холостого будет много как-то работает нормально попробую показать вот видите что получается у нас трос как бы наискосок встает потому что у старого карбюраторов здесь было крепление вот это а здесь вот здесь само все это работает дело но видите у меня далековато получается холостый ход попробуем то если что тросик немножко сдвинуть что-нибудь придумать но нам главное сейчас завести так накидываю сапу на 4 окнах стоит обратка это так и накидываем шланчики подача вот пойдем попробуем заведем итак вот он наш с вами 4 тактный триммер на котором мы поставили не оригинальный карбюратор сейчас попробуем завести и провести настройку если понадобится конечно она так Наш карбюратор работает как родной Подписывайтесь на наш канал Заходите на наш сайт